про утро из иерусалима и мы продолжаем изучать тору продолжаем изучать тору в аспекте благодарности если бы не это конечно был бы сейчас в намного более плохом настроении потому что то что сейчас происходит это страшно это по обычным человеческим таким логическим схемам это страшно потому что израиль находится на породе большой войны а значит весь мир находится на породе большой войны миллионы людей могут лишиться крова жизни это вообще такая я думал что никогда в жизни не буду на таких жить в такой период и я был уверен что вот войны не будет что люди уже настолько цивилизованы такое большое оружие как говорил Эйнштейн он говорит я не знаю говорит какой будет третья мировая война но про четвертую я точно знаю четвертая мировая война будет палками потому что в третье практически никто не выживет вся цивилизация умрет но это если бы я был не религиозный а так как я религиозный так как я верю бога так как я знаю что всевышний управляет миром и написано что сердцам лохим бы я то амерах то есть сердца царей в руке всевышнего и когда я знаю точно что это всевышний управляет этой ситуации всей то естественно у меня подход другой я пытаюсь понять как себя вести с точки зрения торы и вот то значит с точки зрения тора мы изучаем сейчас как раз так совпало что еще до войны мы начали изучать книгу сад благодарности равшала маруша и она идеально ложится и объясняет все что сейчас происходит и так чтобы сила нашего урока веры во всевышнего чтобы остановила эту страшную войну то есть всевышний хочет чтобы люди верили во всевышнего мы верим мы верим благодарим любим все пожалуйста не надо нас учить воспитывать потому что людей к вере можно пробудить только страхом значит есть такое в мишлей мы учили когда-то помните мишлей первая глава 7 отрывок он говорит решит дат основа познания и рада шем страх перед богом хохмау мусар божественную мудрость и мусар это нравственность эвелим базу грешники пренебрегают презирают но в момент страха даже грешники они молятся и они просят всевышнего помоги и сейчас страшно давай все молятся но если мы будем молиться и так же так же ярко и когда нам хорошо то всевышнего не надо будет вот этого делать нас пугать значит говорит нам равшала маруш следующая вещь что для того чтобы исправить вот то вот изгнание которое продолжается до сих пор значит нужно понять то есть откуда оно пришло из неблагодарности значит корень всех всех грехов неблагодарность и причина долгого изгнания и отсутствия машиаха и того что мир находится в такой яме в которой он спускается все глубже это неблагодарность и он говорит значит получается на прочность напрасный плач еврея в то время когда разведчики были в пустыне он послужил то есть вот этот напрасный плач вот смотрите как было всевышний вылил их из рабства сделали у них чудеса все 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 отлично дал тору вот заходите в землю израиля о нет мы боимся о нет мы боимся что что такое мы не победим будет война мы не победим они нас победят вот эти вот там живут какие-то люди вот эти вокруг а мы то есть то же самое что сейчас например как бы естественно логически страшно чувствуется вокруг миллионы миллионы арабов то есть израиль маленькая маленький островок и вокруг там 250 миллионов арабов мусульман до которые которые ну как бы они считают что это их почему-то да хотя хотя когда это же известная история 2000 лет назад когда был и римляне разрушили второй храм иерусалимский это штаб не было еще арабов не было мусульман даже не были евреи то есть понятно что израиль это еврейский я даже не понимаю у кого может быть вопрос в этом да потом были римляне потом значит крестоносцы были там тамплиеры какие-то да потом мы турки за то есть мусульмане захватили эту землю эта земля была еврейской изначально и вот значит что они когда подошли туда из египта начали плакать и всевышний сказал все значит раз вы плачете раз вы мне не доверяете значит вы остаетесь пустыне на 40 лет умрут все те кто мне не доверяют а те кто уже в пустыне вырастут они зайдут землю израиля отлично теперь значит дальше он пишет нытье мы видим отсюда это ужасная ересь в которой человек отрицает благо всевышнего то есть сам факт вот этого нытья это он может возникнуть он и свидетельствует и является следствием того что человек отрицает он отрицает добро которое всевышний для него делал и не только не благодарить всевышнего но и ноет и вот теперь здесь идет такой знаете как у тебя в эту книгу когда-то читал я ее не изучал глубоко то есть вот благодаря вам я очень благодарен что мы выбирали какую книгу вы выбрали эту книгу я начал часы глубоко изучать чтобы подготовиться к уроку ну как бы стараюсь сильно понять и это просто вот второго меня уже в этой книге хедуш такой да хедуш то что я первый раз считаю не заметил первый был хедуш что за то что когда хорошо человек не благодарит а ноет чтобы это исправить мера за меру ему нужно когда ему плохо реально плохо ему нужно в это время благодарить то есть чтобы перегнуть другую сторону тогда он должен был благодарить он не благодарил а вместо этого уныл то есть он нарушил на 10 баллов из 10 теперь чтобы исправить когда ему плохо нужно наоборот радоваться и благодарить благодарить всевышний может не радоваться радоваться не было написано благодарить всевышнего и 10 из 10 хотя ему сейчас плохо реально и тогда он исправит то что сделал тогда теперь хедуш номер два вот сегодняшнего дня хедуш это как инсайд говорит рав шаломаруш он говорит когда человек получает наказание за непрасное за напрасное нытье и наказание очень тяжелое какое-то проблема проблема серьезные проблемы получает за напрасное нытье это не наказание вообще это это мера за меру всевышний ему дает то что человек хочет получить вы спросите как вообще как вообще это просто нонсенс пожалуйста всевышний ведет человека тем путем которым тот сам хочет идти тому кто хочет плакать дают о чем плакать представляете смотрите как интересно человек у него все в жизни хорошо он находит какую-то ложку дегтя и говорит мне все что хорошо не важно вообще мне не хорошо мне плохо и мне плохо и он начинает плакать но всевышний то знает тот же истина он же знает что по факту то у человека все есть вот там ну у него все есть для счастья могут в этот момент быть полностью счастливе если вы просто обратил внимание на другие какие-то вещи в своей жизни за которые он может благодарить теперь но человек выбирает плакать это его выбор выборы быть неблагодарным а быть наоборот таким который отчет а мне не додали то что мне должны дать мне типа мне положено мне не дали его начинает из-за этого плакать гневаться возмущаться всевышний говорит слушать ты хочешь возмущаться ты хочешь ты выбираешь в этой ситуации вместо того чтобы благодарить возмущаться потому что тебе кажется что тебе не додали то что ты думаешь что тебе положено кто тебе сказал что тебе это вообще положено откуда эта уверенность значит и у тебя просто по простому ты хочешь плакать хочешь плакать значит и будет причина чем плакать ему дают потом как следствие неприятности теперь но каждый может решить что отныне он будет благодарен за все и тогда всевышний поведет его другим путем путем у него будет за что благодарить все по выбору самого человека это просто бишь inside если человек выбирает быть благодарным выбирает говорит я хочу быть счастливым я хочу этого выбор я хочу быть благодарным я хочу быть счастливым том это его выбора и его этот выбор он ему приносит потом счастье или человек выбирает ныть, это его выбор. И этот выбор, он, как бы, человек, он все по выбору человека. Ты выбираешь ныть, будет тебе за что ныть. Ты выбираешь благодарить, будет тебе за что благодарить. Понятно. Очень красивое объяснение. Теперь давайте на этом остановимся. Тут есть еще одна часть, но я лучше ее оставлю на девятый урок. Чтобы именно на вот этой вот такой важной точке остановиться, потому что то, что мы изучаем сейчас во второй книге, во второй книге, девятый урок будет завтра. Во второй книге мы изучаем Раби Зелик Плистин. Это книга, которая как благодарить. Thank you. Gratitude. Благодарность. Формулы. Истории и инсайты. Значит, седьмой, восьмой сегодня у нас урок. Восьмой урок, да, и здесь он говорит, восьмая глава, Keep a Gratitude Journal. Он говорит, введите журнал благодарности. Это очень известная техника, она используется очень сильно. Заметил один психолог, интересный, есть психолог, тренер, его звали Бода Шефер. Бода Шефер такой. Он говорит своим ученикам, он говорит так, я вам даю гарантию, что если вы три месяца подряд будете вести журнал благодарности, каждый день записывать как минимум три события, за которые вы благодарны, я вам гарантирую, что через три месяца ваш заработок вырастет на 30%. Он немец такой, он все четенько. Три месяца на 30% станете больше зарабатывать, он преподает, как больше зарабатывать. но как это работает, он может быть не знает. А вот нам, теперь мы понимаем, как это работает. Если человек ведет журнал благодарности, то есть он настроился, он говорит, я хочу быть счастливым, я хочу искать, за что благодарить. Я буду искать, я буду благодарить Всевышнего, я найду это упражнение, я сяду вечером, возьму какой-нибудь журнал, какую-то заметку, и буду писать, сегодня я благодарен Всевышнему за... И он пишет минимум три вещи. Теперь, говорит Буддашевер, что Всевышний ему даст на 30% больше денег, безусловно, но он ему даст, кроме этого, еще множество других причин для благодарности. И получается такая вещь, что... Дальше он приводит рассказ, как обычно, что он встретил одного друга, и тот ему рассказал историю, что он как-то... Ну, он уходил все время обычно, как большинство людей, грустные, как дела, проблемы, как дела, боремся, как дела, да, опять нет за это, а этот... То есть, человек автоматически обращает внимание на негатив. Ему, он говорит, мне кто-то посоветовал, чтобы я вел этот журнал благодарности. И он говорит, я отказался, потому что человек с негативным взглядом, он во всем видит негатив, даже в журнале благодарности. Но тот, мой друг, он был настойчивый, и он мне говорил, давай, это поможет, ты должен. Давай договоримся на неделю хотя бы, вот неделю пообещай мне, что ты будешь вести дневник благодарности. И он говорит, я понял, что мне легче согласиться, чем выслушивать дальше его уговоры, чтобы я вел этот дневник благодарности. И он говорит, я начал вести дневник благодарности неделю, три, всего лишь три, вечером записывать три вещи за день, за которые я благодарен. Дальше он продолжает здесь от первого лица. That was six months ago. Это было полгода назад. И это, она имела так, это новая привычка, она такое влияние оказала на мою жизнь, что я нашел себя ищущим вещи, за которые я буду благодарен. И мой уровень happiness, my general level of happiness was much higher than I had anticipated. он говорит, уровень моего участия вырос больше, чем я мог когда-нибудь ожидать. Такие хорошие люди. Поэтому, дорогие друзья, что бы вокруг ни творилось, это все творится вокруг. На что вы обратите внимание, это ваш выбор. Кто хочет благодарить, найдет за что поблагодарить. Кто хочет быть недовольным, найдет за что поныть. Но мы видим последствия этого. Тот, кто ищет за что благодарить, он Бога, он выполняет волю Всевышнего, он исправляет все свое старое нытье. Он исправляет грех тех разведчиков, которые в пустую плакали. Он исправляет свои все грехи, когда пустая неблагодарность, когда Всевышний нам давал все, а мы это не ценили. И как только мы будем, даже в сегодняшней сложной ситуации, мы будем благодарить Всевышнего, говорить спасибо тебе Всевышний за то, что ты мне даешь. За каждое мгновение, за каждый вдох, за каждое, то что мы видим, за каждую минуту спокойствия и жизни. Спасибо тебе, спасибо, спасибо. Это как раз и даст силу душе, даст духовную силу, добру, то есть, духовная сила, Всевышний это добро, просто вопрос, насколько мы, насколько мы, значит, это добро, добро можем его усиливать, воспринимать и делать. Теперь, что получается, что если мы будем действительно это добро усиливать, то зло исчезнет, свет, он убирает тьму, поэтому, дорогие друзья, значит, в данный момент есть группа убийц, которые развязали эту войну, хотят в эту войну втянуть, я сейчас в Израиле, я говорю про войну Израиля, хотят в эту войну втянуть весь мир. Это группа убийц, маньяков Хамаса, и сейчас умеренные, мирные люди, страдают люди в Газе сейчас, миллионы людей остались без домов, но пока мы не убьем этих, не найдем этих убийц, мы не можем жить спокойно, потому что они сказали, что они уничтожат Израиль, как это может быть? Поэтому сейчас весь мир должен встать именно за мир и выступить против Хамаса, только это единственное, убрать эту опухоль, которая, ну вот гнойник это, который сейчас втягивает весь мир, а они убийцы, они как бы это их, они готовы умирать, то есть они говорят, а мы хотим умереть, мы хотим умереть, и мы убьем за собой, потянем весь мир. Нельзя, мир не должен идти. То, что сейчас, я сейчас говорю про Израиль, потому что сейчас самая напряженная вот эта вот точка противостояния, она здесь, и я здесь, я говорю только про себя, потому что я в Иерусалиме, и не дремлет, и не спит страж Израиля, но мы должны благодарить стража Израиля, стража всего мира, Всевышнего, любить его, и любить друг друга, и молиться о мире, чтобы был мир. Все, дорогие друзья, удачи всем и успехов, чтобы Всевышний, заслуга того, что мы учим Тору, нам помогал. Кто хочет помочь, поддержать Израиль, пожалуйста, вы можете поддерживать, значит, всеми силами, средствами, молитвами, псалмами, деньгами, всем, любая помощь, приветствуется. Все, всем удачи, успехов, добро победит. Всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok